С вами Техническая Среда, я и ведущий Геннадий Емелькин. На большинстве современных автомобилей для удержания капота в открытом положении используется стальной упор. Но есть и более удобная конструкция, например, с такими газовыми упорами. Сейчас мы покажем, как их поставить на автомобиль Lada Vesta. Установку упора начинаем с установки наших стальных кронштейнов, верхнего и нижнего. Отворачиваем ближайший болт к резиновому упору капота на 13, ключ. Ставим кронштейн, они левые и правые. Перепутать сложно. И этим же болтом мы его прикручиваем. У него сбоку такой упорчик, он прям четко встает и не проворачивается. Все, притягиваем его. Теперь отворачиваем гайку крепления кронштейна капота. Вот эту верхнюю, ближайшую. Эти кронштейны симметричные для левой и для правой установки. Вот мы его ставим сейчас. Наворачиваем гаечку. Гайка на 10. Ставим фиксаторы для газового упора. В кронштейнах есть соответствующие отверстия. Шаровой головкой вовнутрь. Придерживаю ключом на 12. Ключом на 13 затягиваю гайку. Аналогично поступаем с верхним креплением. Тоже шаровой головкой вовнутрь моторного отсека. Следующий этап. Ставим газовый упор на автомобиль. Цилиндром вверх. Подсоединяем сначала верхнюю головку. Вот застегиваем ее. Следом нижнюю. До щелчка. Все, вот он у нас зафиксировался. При закрытии капота амортизатор будет касаться пластиковой накладки. Вот в этом месте. Нам надо ее удалить. Для этого берем ножницы и вырезаем излишки. В принципе, если нет ножниц, можно эту работу сделать ножом. Пластик легко режется. Теперь мы проверяем закрытие капота. Вот он закрывается. Ничего там не мешается. Аналогично устанавливаем газовый упор с правой стороны автомобиля. И проверяем закрытие капота. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...